Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 28 октября, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Так, у нас новая торговая неделя. Давайте посмотрим, какие новости нас ждут и по важности. Сразу выберем самые главные новости. Подождем, когда это все обновится и увидим, что сегодня в понедельник важных новостей нет. Сегодня, значит, будет все не так волатильно, как обычно. По вечерам во вторник у нас индекс доверия потребителей по баксу, в акашке. Жалко, конечно, что в одну и ту же секунду, но если это все скоррелирует по цвету, это будет неплохо. Так, в среду, в среду пресс-конференция Банка Швейцарии. Очень странно, потому что перед пресс-конференцией должна быть ставка. Ладно, мы сейчас проверим. Так, да, у нас эта неделя нон-фармовская, потому что на этой неделе будет первая пятница месяца, поэтому у нас предварительные нон-фармы будут. В среду, в четверг первичные заявки, ну и в пятницу здравствуйте нон-фармы. Итак, что подозрительно? Подозрительно то, что в среду пресс-конференция Банка Швейцарии, но ставка почему-то не вышла в важных новостях. В среду, давайте-ка сбросим и посмотрим, что у нас в среду будет происходить. Так, это у нас день, вечер, значит, среда, новости по Австралии, Филиппины, всякая ерунда. Так, Австрия. А когда у нас ставка по Швейцарии? Так, вот она, швейцарские новости у нас. Красный крест, выступление, пресс-конференция. Очень странно. Ну и ладно, в любом случае будет весело, почему у нас есть там торговые идеи по швейцарскому доллару. Я думаю, мы с вами это обсудим на графике. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота, который очень логично растет, очень логично растет от лонгового слома, который мы обычно обозначаем зеленым цветом. Кстати, так удобно. Лонговые сломы отмечаете зеленым, шортовым, красным. Можно работать между сломами, либо от одного слома удерживать, допустим, на обновлении экстремов, если вы верите в какую-либо тенденцию. Пока лонговый слом держится, у нас есть, кстати, еще один шортовый. И от него, кстати, обратите внимание, сегодня даже, можно сказать, с пятницы на понедельник было неплохое движение. Очень четко слом работает, мне прям нравится. Ну, здесь, собственно, ничего такого как бы необычного нет, если я скажу, что ожидаю очередного перехая. Ну, я думаю, все аналитики сейчас так говорят, но я опираюсь именно через сломы. Вот, и после, не знаю, повторного теста этой зоны, это уже будет давление и пробой с очередным перехаяем. То есть, наваливать здесь шорты, ну, такое себе дело. Недельные сигналы, бары, вернее, они не разворотные. То есть, ни покупок, ни продаж здесь нет. Но с пятнашек есть потенциал на рост. Вот, единственное, что лонговый слом довольно глубоко. Вот, ну, один из ближайших лонговых сломов находится вот здесь. Вот, если откатиться на него, можно что-то попытаться подкупиться от него, к примеру. Вот, таким вот образом. Ну, собственно, и двигаться дальше по тенденции. Пара евро-доллар. Пара евро-доллар довольно знатно скорректировалась в пятницу, опять на американской сессии. Обратите внимание, как американцы валят еврик, да, ну, либо работают на укрепление бакса. Уже, уже, уже сколько, сколько дней там, неделю уже. Вот здесь шортят, шортят. Это все вторая половина дня шортят. Ну, везде, везде, везде. И вот пятница, конечно, тоже не была исключением. Что из любопытного? Ну, с точки зрения недельных таймфреймов сигнала никакого нет. Единственное, что мы переписали такой ключевой минимум июльский. Ну, и, собственно, закрылись немножко выше на неделях. То есть пар не сигнальный, ни лонговый, ни шортовый, никакой. Что из такого любопытного? Куда упал еврик? Еврик упал в лонговый слом. Вот, правда, его сейчас топчет, как может. Но пока он существует. Вот, и, в принципе, может, может развиться трехволновая вот такая структура. Ну, как минимум на тест шортового слома, который произошел в пятницу. Вообще, в идеале, в идеале было бы классно, если этот импульс пройдет, упрется в шортовый. Вот, и если вы верите в лонги, то есть не продаете от шортового, хотя вы можете это делать, то удержать, к примеру, вот по вот этим экстремам сюда, и по вот этим экстремам вот сюда. То есть вот здесь может, в принципе, погулять инструмент. До нонфармов еще вся торговая неделя, вся. Поэтому здесь, конечно, может много чего произойти. Ну, вот, но такие хорошие лонговые волны прошли на прошлой неделе. Целей, либо долгов, оставили массу. И может, конечно, погулять инструмент еще в лонги. Может, конечно, в этой зоне еще пройти коррекция. Но в любом случае, если вы сейчас покупаете, то остопиться вам можно за вот этот лоу. Это 200 пунктов. Первый тейк профит у вас 300, второй 500, третий 800 и 4600. Ну, так вот можно отыграть, либо уже работать на меньших таймфреймах, на повышение с целью, ну, как минимум, теста вот этой шортовой зоны. Так, фунт-доллар. Фунт-доллар тоже немножко прокис, но он отлетел получше, чем еврик от лоев. Еще не тестировал свой основной лонговый слом. Тоже инструмент падает. Никого не выбивает. Многих здесь оставило. В том числе и на хаях довольно ровные площадки. Тоже не удивлюсь, что, возможно, это начало новой разворотной конструкции, которая может вынести инструмент наверх абсолютно так же, как и по евро-доллару. То есть здесь вы просто выбираете, какой инструмент вам ближе. Скорее всего, вы будете выбирать тот, который вас обидел в прошлом больше. Доллар-каналец. Доллар-каналец не падает. Не падает. Как оловянный солдатик растет. Сегодня еще прибавил. Вот сейчас немножко там корректусится. В чем здесь интрига? Давайте чистенький шаблончик кину и напомню. Напоминаю, в чем интрига этого любопытного инструмента. Дело в том, что этот хитро выделанный товарищ оставил на хаях довольно много целей и так и не отработал их. Да, у нас был шартовый слом вот здесь вот. Да, он еще не отработал до конца, как хотелось бы. И инструмент может прогуляться в эту зону. Но снизу тоже денег немало. Тоже денег немало и не все они сняты. То есть, если он не пойдет с текущих со стопом за летний экстремум, то лучше его уже отлавливать наверху, с работой от границ диапазона вот этого большого. Если он, конечно, не свалится с текущих, а падать ему, конечно, есть куда. Вообще инструмент для сеточного трейдера подарок, пока он, конечно, не запилит, как вот недавно запилил. Но пойти может, пойти может. Вопрос, где волна А? Если это А, это Б, и мы можем скорректироваться. Хотя бы на вот это зеркало, то потенциал даже с текущих, там, со стопом, к примеру, 460, у вас 2400. Но если будет давить на хая, то лучше скинуться, потому что здесь пробой может быть очень волатильный. Вот и в одно касание может не развернуться. Поэтому будьте осторожны. Его прям здорово натянули. Так, доллар-иена. Доллар-иена находится в очень любопытной зоне. И я об этом говорил. Зона шортового слома. Ну, ее тут по-разному можно чертить. Есть верхний слом, есть немножко нижний. 38-я фибра откатная. Ну вот, кто верит вот в эту трехволновую структуру, место для продаж неплохое. Сегодня еще инструмент прибавил. Вот, через гепчики все пооткрывалось. Ну вот, стоим мы даже на пятнашках в зоне вот этого небольшого шортового слома. То есть, здесь можно играть на понижение. И здесь инструмент может перенести, ну, несколько тысяч пунктов падения. Вот, ну, первая цель 13 тысяч, если вы амбициозный. А если вы очень амбициозный, то вторая цель у вас 26 тысяч пунктов. Ну, примерно так. У нас сотки 161 фибре. Собственно, целевые уровни. Так, что касается нефти, друзья мои. Нефтя валит. Нефтя валит. Вот, говорю, как действительно грамотный аналитик РБК. Вот. И нефтя, друзья мои, открылась гораздо ниже ценничков. Закрытие на 3,5 бачка. И кто верит в мои аналитические безумные, безумные фантазии, вот, те знают, какая котировка по нефти будет у нас через некоторое время, друзья мои. 63 бакса. Что бы ни говорил вам Игорь Сечин вот, или прочие трейдеры, вот, у нас есть очень интересная зона. И здесь нефть обязательно засунет свой черный нос в эту зону, повыносит отсюда. Любители поддержать длинные позиции, если такие имеются при экспирации каждый месяц. Вот. Но ждем дальнейшего обвала. Как бы все говорит об этом. И то, что жижа открылась ниже, жижа открылась ниже, видите, я говорю уже стихами, трейдерскими стихами. Это произошло тоже не просто так. Это произошло от магического слома, под которым мы стояли. И логично, что мы с него как бы слетели вниз. Поэтому, ну, по большому счету, от текущих там упасть на каких-то 6 баксов не составит труда. Но просто ниже вот 65, я думаю, может начаться паника. Паник сел, да, и может быть здоровенная черная свечуля, которая расстроит нефтяных покупателей. Так, биткоин, биткоин. Давайте недельки. О чем мы недельки не смотрим? Давайте. Ну, фунта, раз мы уже начали. Забыл про фунта. На недельках потрепать. Неделька по фунту тоже она не сигналила никаким образом. То есть у нас недельная конструкция у нас лонговая. Напоминаю, что инструмент стоит как бы на лонговом, на лонговой трендовой линии. Логично, что он может отсюда отскочить. По доллар-канацию тоже сигналов недельных нет, поэтому здесь не о чем говорить. По иене тоже сигналов у нас никаких нет, именно недельных, но есть большие трехволновые структуры, от которых можно работать. По биткоин, неделька закрылась пенбаром в лонговой тенденции. Он ничего не выбивал, не является сигнальным, но это давление на летние хаяи, которые рано либо поздно приведет к пробою этих экстремов, потом будьте осторожны с шортами. Так, что касается фондовых индексов. Несмотря на мощное укрепление бакса через валюты и мощное его ослабление через золото, что очень странно, да? Фондовые индексы торгуются на хаях, на хаях, ну кроме может быть Стокса, который замял свои европейские булки наверху, вот. Но чтобы нам заработать, нам нужно сломать инструмент, до этих сломов пока не дошел, поэтому мы пропускаем всю эту индексную вакханалию, переходим на газик. Газик пытается отбиться от лонгового слома, но напоминаю на дневном таймфрейме, что у нас впереди экспирация в начале месяца, либо в конце текущего, вот, и лучше открываться после экспирации и уже иметь возможность держать позицию месяц. Так, что касается франка, франк, как и доллар-иена, сегодня открылись довольно высоко. напоминаю, что по франку есть у меня предположение насчет того, что мы должны упасть, ну вот, как можно быстрее в уровень 0.83, вот, надеюсь, эта шортовая коррекция удержится, но пока инструмент не идет. С точки зрения неделек сигналов особых нет, недельки очень вяленькие, прошлая неделя вообще нулевой бар, текущая откилась немножко выше, соответственно, его уже переписала. Ну, здесь два варианта, либо вы набираете сетками, либо вы стопитесь за какие-то сломы, в которые верите. Площадка годовая есть, есть куда падать, но напоминаю, что есть еще и шортовая, которая не выбита, поэтому сильно здесь не наваливайте, ну вот, то есть есть снизу, есть сверху, но надеюсь, что снимут сначала нижних. Так, с доллара и франка, и дальше мне интересует сеточный метод торговли, вот, и здесь мне интересуют инструменты на больших таймфреймах, как правило, кроссы, которые должны зайти в определенные диапазоны, в которых можно с ними работать сетками. Значит, канадец франк меня интересует на вот этих границах, инструмент пока сюда не дошел, мы его не трогаем, канадец иена. Будем подлавливать ланги вот в этой зоне, то есть на лоях лето, шаг 1000, вот, но кто хочет поиграть в трешку, место, в принципе, неплохое вниз. Ауди кат решил не переписывать хая годы, решил сдуться, поэтому мы его здесь не трогаем, ланги будем добирать пониже, вот, но если перепишет хая текущего месяца, шаг 1000, шаг 500, сетка лимитных продаж. Новозеландец франк пока стоит в диапазоне, ждем его границ, вот, австралиец-новозеландец, вот, один из самых потенциальных инструментов на набор сетки лимитных продаж, выше летних экстремумов, шаг не менее 500 пунктов, когда перепишет их. Австралиец, вернее, Еврокат поджимает наверх, если еврик пойдет в рост, вот, я думаю, Еврокат тоже перепишет свои трехмесячные хая, и здесь можно набрать сетку лимитных продаж, шаг не менее 1000, инструмент залетный, у еврофранка все зеркально, будем подлавливать его внизу на пробой летних экстремумов, шаг не менее 1000, инструмент залетный, и Евроауди, вот, решил погулять, но мы его ждем только на границах, вот этих, и внутри диапазона он нам не интересен. Давайте посмотрим ответы на вопросы под пятничным видео. Так, спасибо, хорошего обзора, разворот по доллару близок, хотелось бы, хотелось бы, как можно быстрее, прямо сейчас. Шеф, интересно, как вы считаете, как должен выглядеть путь развития трейдера, как развиваться дальше, когда уже имеешь системную профитную стратегию, брать деньги в доверительное управление, искать проб компании или идти в компании по трейдингу, я считаю, что проще работать с деньгами инвесторов, либо через ПАМы, либо через там личное доверительное управление. В сети очень много глупых, шальных денег, которые ждут, когда вы ими будете распоряжаться. Вот все, а трейдеров мало, адекватных, с которыми можно работать, с которыми можно заключать какие-то договора и так далее. Поэтому я только за такой вот вариант. Если вы такой, кстати, обязательно напишите мне, мы что-нибудь сами придумаем. Так, да, доллар достиг своей точки бифуркации. Ставлю лайк и грамотный комментарий. Так, трейдонятки, как всегда, ждут вашего обзора. Да, я встал пораньше, я старею, встаю пораньше и стал обзоры записывать пораньше. Здравствуйте, благодарю вас за ранний обзор. Азиатский школьник трейдонежка продолжает удерживать шорт по золоту от слома 2700. Эх, Рома, Рома. Был такой мультик, помните, про попугая Кешу. Рома, Рома. К сожалению, Рома, мне нечем вас порадовать по золоту. Там нет ничего. Здесь есть шортовый слом, да, 2700. Но только это не 2700, а 2746. А 2700 это вот здесь. Я не знаю, что вы здесь нашли. Шортовые сломы. Вот он, шортовый слом был. Вот, если вы в касание продавали, то были в хорошем плюсе, но до лонговых сломов. Вот сейчас давит слом снова на шортовый. Поэтому нечем не вас здесь порадовать. Инструмент не разворачивается. Зря вы в него уперлись. Вот, лучше присмотритесь к таким позициям, как лонги по евро. Дело в том, что вот смотрите, у евро, в отличие от золота, которое вас обидело, у него потенциал на рост, на мой сугубо некомпетентный взгляд, на почти 5000 пунктов. 5000 пунктов. Пока вы будете нашарчивать зло против тренда в наше неспокойное время, вот, вы можете не добрать вот эту пятюню, которая лежит, ждет. А если вы очень амбициозный, вот, и можете поддержать фунта, к примеру, пару лет, вот, по вот этим экстремумам, вот, то вы можете стать богаче на почти 15000 пунктов, в три раза больше. Ну, по доллар-франку тоже потенциал на падение есть. Я не говорю, что это все прям пойдет 100%, но, как минимум, как минимум, вы будете покупать в рамках вот этих лонговых тенденций, которые, ну, больших, по фунту, та же самая, она ведь, она еще не сломилась еще. Вот, и сейчас пойдет новая волна, как бы, и, а вы нашарчиваете золото просто потому, что уперлись у него, потому что у вас там были убытки. И эти убытки, либо прибыль, они не должны влиять на ваш анализ. Поэтому подумайте, подумайте, зачем упираться в зло, вот, что вот оно не должно упасть. Вы делайте предположение, оно может упасть, да. Пока, допустим, да, вы ждете сигнал, ждете шортовый слонг, к примеру, вот он здесь происходил, вы поставили ставку, рынок пошел, вот, вы часть закрыли, часть перевели в безубыток, там, остальное выбило все, к примеру, либо выбило вас по стопу, и рынок не идет. Что вы делаете? Вы опять ищите шортовый сигнал, он должен быть хорошего качества, его пока нет, вот, а вы просто так будете продавать, потому что вам хочется, и потому что рынок вас обидел. Это неправильно, вы не должны быть привязаны прям к направлению. Я вот где не работал аналитиком, вот, на таких руководящих должностях, я ни в одной компании не разрешал своим аналитикам торговать, потому что у них сразу падает качество аналитики, у них другое мышление, они все упираются в определенную сторону, даже если они торгуют на демо-счете, ну, потому что они друг с другом общаются и говорят, а, я вот сегодня столько там мог заработать, да, или заработать там, я столько, вот, то есть начинается уже какая-то такая ерунда, которая, которая забивает их с истинного пути качественного анализа, вот, ну, и трейдер это тоже опасно. Вообще по правилам, по правильному, да, как в западных компаниях трейдер не должен заниматься аналитикой, он должен ее получать качественно, либо покупать качественную аналитику, а на основе ее уже чисто технически заключать определенные сделки, вот и все. И тогда и должен быть отдельный риск менеджер у трейдера, и у всех должны быть свои обязанности. Риск менеджер должен контролировать убытки этого трейдера, трейдер должен просто технично исполнять то, что там какое-то направление задает аналитик, аналитик должен давать правильную, грамотную аналитику, вот, непредвзятую к конкретному направлению. И тогда эта машина начинает генерировать деньги, то есть это небольшое предприятие, а у нас на трейдера сваливает все, да, все, все обязанности, и его психика не удерживает, и он попадает в такие тильты и потом печалится. Где, кстати? В Азии. Так, в принципе, на этом все. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео есть масса полезной информации. Свеженькие домены Инстафорекс, почта для связи, которую я не читаю, есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям, телеграм-канал по трейдингу, ссылки на Яндекс.Дзен, есть у нас шикарный телеграм-чат, где у нас ребята общаются, кстати, есть интересные персонажи, у которых можно поучиться. У нас есть шикарная партнерская программа с Инстафорекс, через которую вы можете не платить свопы по валютам вообще никогда, удерживать позиции годами, десятилетиями, столетиями и делать это бесплатно в ожидании, что ваши инструменты куда-то двинутся. Также вы можете торговать на ультраспредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все, понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.